Так, всем доброе утро, всем доброе утро, значит, извиняюсь за опоздание, техника, техника подводила, техника подводила, сразу вот эту ссылочку запишите, зафиксируйте, это сейчас я про нее расскажу. Значит, хорошо, значит, дорогие друзья, все, мы продолжаем, мы продолжаем изучать Тору и всем доброе утро, шалом. У нас, сразу скажу небольшое объявление, значит, у меня давно была мечта создать курс в сфере любви по отношениям, по семейным отношениям, и вот сейчас мы с Итаном, значит, мы с Итаном сделали такой курс, значит, курс по семейным отношениям, это на базе, на базе лекции Раваша Ракушнира, мы сделали курс 30 видео уроков по семейным отношениям, вот я вам бросил ссылочку. Мы сейчас этот курс хотим сделать в начале для всех доступ, вот в течение ноября, будет бесплатный доступ для всех, мы хотим его сделать лучше, то есть мы сделали курс, 30 видео уроков, пожалуйста, посмотрите, вот ссылочка, вы бесплатно заходите и смотрите 30 видео уроков с заданиями, и ваша семейная жизнь, если она есть, она превращается в рай. Если ее нет пока, то вы подготовлены, то есть я потом вам выдам диплом, что вот этот человек, он готов к семейной жизни идеально вообще, идеально, и естественно, что вы очень скоро женитесь или выйдете замуж, потому что вы к этому подготовлены. Но нам нужно, чтобы, очень нужна ваша помощь, чтобы вы этот курс прошли, каждый урок прошли, выполнили все задания и по каждому уроку написали свой, нам обратную связь, свой комментарий, понятно, непонятно, что добавить, что улучшить. То есть вот есть ссылочка, значит, в описании этого видео, и заходите в курс семейных отношений, специально для портала ВАИКРА, вот этот вот вариант, эта ссылка, она для тех, кто учит Тору на портале ВАИКРА, то есть это специально для самых уже продвинутых людей, которые знают, что такое Тора, что такое Бог, и для вас вот этот курс. Хорошо, Георгий Нивня, как раз у него тоже уже есть опыт семейной жизни, я так понимаю, Яков Шатагин, вот все, значит, еще раз кидаю эту ссылочку, это курс 30 видео уроков, которые мы вместе создали с Эйтаном, то есть структура, ну то есть я думаю, что это будет лучший в мире курс по семейным отношениям, такой начальный, базовый курс, как семейные отношения для чайников, не для чайников, а семейные отношения для базовых курс, назовем его, базовый. Вот Анна очень, я прошу, чтобы посмотрела тоже этот курс, и в ноябре месяце доступ к этому курсу абсолютно бесплатный, потом мы сделаем это за деньги, и часть денег, большая часть пойдет на развитие портала ВАИКРА, поэтому все эти деньги, и есть еще интересно, знаете, почему я тоже, одна из причин, почему я это делаю? Как-то один из мудрецов Тана, ну Тана это мудрецы, которые жили 2000 лет назад, и как-то один Тана встретил Ильяу Анави, пророк Ильяу, это тот человек, который поднялся живым на небо, и он единственный, который не умер, а свою природу человеческую, вот эту вот материальную, он перенес в духовное, в духовное как бы пространство, и он может из духовного пространства материализовываться, и потом уходить опять в духовное. Ильяу Анави, и спросил его этот Тана, спросил его, говорит, вот многие говорят, не многие говорят, мы верим, что есть рай и Улам Абба, но то, что есть рай, в рай многие заходили, в рай заходили многие, есть, ну как бы понятно, что там в раю, а вот говорит Улам Абба, это непонятно, это грядущий мир, когда этот мир исчезнет, появится новый мир материальный, который называется грядущий мир, он говорит, ну покажи мне, кто точно попадет в этот Улам Аббан, и они стояли на рыночной площади. И Ильяу Анави показал двух людей, которые, знаете, тем были, он говорит, вот у этих точно есть Улам Абба. Кто это были эти люди? Написано в Талмуде, что это были Батханим, они были шутники, которые делали мир между мужем и женой. То есть люди, которые, семейные терапевты, но именно, очевидно, были тогда семейные терапевты веселые, которые любили шутить. Веселые семейные терапевты, люди, которые делали шалом между мужем и женой. И почему шалом между мужем и женой, это принципиально важная вещь, которая в Торе ставится на такую высочайшую позицию, что тот, кто это делает, у него есть грядущий мир точно. А потому что, в принципе, самое главное в этом мире – шалом. Шалом – это шлэмут, то есть это единство, совершенство. Слово шалом – это когда, ну, совершенство оно переводится, да? Бог – это он совершенный, человек – он несовершенный. У человека постоянно есть в чем-то недостаток, что-то ему не хватает, что-то ему плохо и так далее. Теперь человек должен стремиться к шлэмуту, к единству вначале с собой внутри. Потому что у обычного человека, у него внутри есть постоянный конфликт, противоречия, претензия к себе, что-то не так делаешь и так далее. То есть нужно добиться шлэмута внутреннего совершенства в первую очередь. Потом нужно сделать шалом с кем-то. То есть так как Бог создал людей парными, то именно проверка, насколько ты, насколько ты, вообще для тебя слово шалом, единство, оно не просто слово, а это действительно твое, ты говоришь, Бог един, Бог один, аова, любовь, возлюби ближнего и так далее. Любовь – это соединение, это соединение в одно целое. И тут первый экзамен. А ты можешь вообще хотя бы с одним человеком быть в мире, с твоей второй половиной или нет? И поэтому вот когда есть шлэмут внутренний у человека, есть у него внутреннее единство с собой, потом у него есть единство со вторым человеком, и он может, реально может с ним быть соединен, тогда это распространяется на их детей, и тогда вокруг начинает распространяться вот этот шлэмут, совершенство, единство. Поэтому семья очень важна. Поэтому еще раз ссылочка на курс «Семейные отношения», 30 видеоуроков, как получить единство, семейное счастье. Курс «Семейное счастье», там есть задания и все. Что я от вас прошу, это по каждому уроку оценить его, там есть звездочки, оценить по десятибальной шкале, насколько вы этот курс, этот урок рекомендуете людям. Это для нас очень важно. Если будьте честны, чтобы мы видели, какие уроки доработать, какие задания доработать, каждому 15-минутному уроку есть задание, тоже где-то на 15-20 минут. В итоге этого курса у вас появляется полное самоосознание, кто вы, что вы и что вы хотите от отношений. И вы поймете, что хочет ваш партнер. Ну, в общем, у вас появится система, как строить счастливую семью. Все. А мы продолжаем изучать перте. Вот, мы уже подошли к концу пятой главы. И у нас осталось в пятой главе всего лишь две мишны. Одна, три мишны нам осталось. Одну, которую мы пропустили, это как расплаты приходят в мир. То есть там показано, за какие преступления, какие расплаты приходят в мир, чтобы понять вот эту вот мера за меру, что Бог не наказывает. Бог создал мир причинно-следственных связей. Если человек делает зло, то он получает за него ровно той мерой, получает, как следствие того зла, которое делает человек, является то, что принято называть наказанием. Понятно, да? Есть одна мишна, мы ее пропустили. В пятой главе она говорит о наказаниях, которые приходят на мир в целом. Но сегодня мы тоже ее не будем изучать. И две мишны осталось, последние в пятой главе. Вот сегодня мы одну из них изучим. Эти две мишны сказали люди с очень странными именами. Значит, вот эту вот мишну 22-ю сказал человек Тана, мудрец по имени Бен Багбак. Бен Багбак его звали. Значит, давайте вспомним, что мы вчера учили. Вчера мы учили о периодах в жизни человека и что он должен изучать в каждом периоде жизни. Что он должен изучать, на что он должен сделать акцент. То есть мы изучили, что, вот, например, если мне сейчас 46 лет, то я нахожусь между, на уровне, когда ко мне пришло уже понимание логика, и скоро я смогу начать давать советы. То есть через три года с 50 лет я войду в возраст, когда уже я начну советовать, обоснованно советовать. Если вам, например, 30 лет, то вам тогда... Что в 30 лет? Кто помнит? В 30 лет, значит, в 30 лет... Бен Сушимляко в 30 лет вы вошли в силу, в возраст силы. Если у вас 30 лет, с 30 до 40, то вы в самом своем таком в расцвете сил, да, с 30 до 40. В 40 уже приходит понимание, в 50 приходит совет. Если вам 20, то тогда это время погонит. С 20 до 30 ты гонишься лордов, ты гонишься за... Я помню, ну то есть время ты гонишься за чем-то, деньги нужны, там, признание. То есть ты в таком победе, но ты еще не мощный, у тебя нет пока ресурса мощного. В общем, интересно. Сегодня нам говорит Бен Бак-Бак, нам говорит следующее. Ну давайте вначале разберемся, почему его зовут Бен Бак-Бак. Значит, есть несколько версий, почему зовут его Бен Бак-Бак. Значит, первая версия – это сокращение, что он был сын Дера. Бен Дер, Бен Ди Йорет. То есть, что его родители – это были принявшие иудаизм. И называется тот, кто принимает иудаизм, он называется Дер. Он принимает всю систему мировоззрения иудаизма, то есть Тору. И в этот момент он присоединяется к Богу через того, кто Бога в этот мир привел. Это был Авраам Авину и Сара. И он становится как сын Авраама, сын Сары. Это Дер. И он как бы присоединяется через них. То есть, как было? Авраам, он первый нашел доступ к Богу, и он с Богом соединился. И дальше Бог ему пообещал, что появится народ Израиля. И тот, кто принимает Тору, он становится как сын Авраама и напрямую соединяется с Богом. Это называется Дер. Теперь он полностью по всем правам, он становится евреем, как он присоединяется к народу Израиля. И, ну и все. Теперь вот этот вот Бен Баг Баг, он был, это сокращение, сын, он был сын Бен Гер, Бен Ге Йорет. То есть, его родители приняли иудаизм. Это первое объяснение. Второе объяснение, что Баг Баг это, Бет это 2, Диму это 3, числовое значение. Получается 2 плюс 3 равно А, 5. Эй, буква Эй это Эй, которая, буква, которую получил имя и Авраам, и Сара. То есть, здесь еще раз зашифровано, что он был сын Авраама, сын Сары. Бен Баг Баг это, Бен Эй Эй, это имя как одно из букв, четырехбуквенного имени Всевышнего. И когда Авраам нашел путь к Богу, он до этого был Авром, стал Авраам. А Сара была Сарай, а стала Сара, вот это Эй в конце. То есть, понятно, да? А что он нам сказал? Афохба в Афохба. Значит, это Мишна на арамейском языке. Интересно, что если идти по той версии, что пятая глава это расшифровка первой главы, то в первой главе Гилель, Гилель был такой великимудрец, он говорил тоже на арамейском языке, и это Мишна тоже на арамейском языке. Гилель говорил, нагад шма авад шме, он говорил, погнался за именем, потерял имя. Удело Йосиф Исаев, и тот, кто не добавляет, тот у того закончится. Удело Ялев, кто не учит Тору, ктала хая, тот достоин смерти, тот, кто не учит Тору, удостаивается смерти. Вамиштамеш бетага халаб, тот, кто пользуется короной Торы для возвеличивания, он, значит, уйдет с этого мира. И эта Мишна, она тоже сказана на арамейском языке. Арамейский язык, это был язык простых людей. То есть есть язык, который называется святой язык. Это то, что современный иврит, он почти это тот язык, на котором разговаривал Адам Решон с Богом, первый человек, на котором Авраам Авину разговаривал с Богом. То есть был язык, который назывался Лашон Акойдыш, святой язык. 22 буквы, это как код, которым был создан этот мир. Был язык арамейский, который те же самые буквы, примерно плюс-минус, процентов на 70, на 80, те же слова. Но это был такой простой язык, которым разговаривали простые люди. Теперь вот эта Мишна, она сказана на языке вот этом арамейском, на котором разговаривали простые люди. И потом этот арамейский язык, он ушел, евреи, которые были изгнаны, когда был разрушен первый храм, ушли в Вавилон. Там они говорили на этом арамейском языке. А сегодня на нем, интересно, говорят, есть народ такой, ассирийцы. И они говорят на этом языке, на котором написан Талмуд. Ассирийцы до сих пор, я знаю нескольких ассирийцев старых, они говорят на этом языке. И на этом языке говорят евреи из Курдистана. Во времена первого храма еще много общин ушло в Курдистан, в горы. И там живут те евреи, которые еще говорят на этом арамейском языке. Курдские евреи. Теперь, значит, говорил нам Бен Багбак. Он нам говорил, следующий на арамейском языке, он нам сказал так. Афохба, ваафохба. Слово афох с арамейского языка переводится как переворачивай ее, переворачивай ее. Это похоже на иврит. И как бы крути ее, крути ее. Тоже можно так сказать. Кого надо крутить и кого надо переворачивать. Он говорил о Торе. Он говорит так, послушайте. Вы, говорит он, Торой занимайтесь постоянно. То есть прокручивайте слова. И что? Он продолжает. Деколаба. Он говорит, да все в ней. То есть так как Тора, она была до сотворения мира. И Тора это чертеж мира, план мира, устройство мира, психология мира. В Торе есть все о том, как работает мир. Он говорит, так ты, если будешь все время ей заниматься. Интересно, я уже 20 лет соблюдаю Шаббат. И каждый год мы проходим цикл Торы. Вот читаем одни и те же недельные главы. Вот начинается там, сейчас начался год. Мы читаем первая глава Берешит. Значит, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была то во вогу. Но каждый год, когда ты изучаешь эту же недельную главу, она тебе открывается абсолютно по-другому. Новые смыслы, новые комментарии, новые озарения, новое понимание старых вещей. Я учился у Равицка Казильбера, и он бывало вот на уроке, он говорит, вы знаете, говорите, 20 лет там или 30 лет, или там иногда бывало с 50-х годов, он говорит, я над этим вопросом думал, вот я это место не мог понять. А сейчас понял. То есть, то, что сказал Бен Бакбак, Афогба, Вафогба, то есть, занимайся Торой, занимайся Торой, Декулаба, все в ней. Все в ней, значит, ты в ней найдешь ответы на все вопросы, решение всех жизненных ситуаций. То есть, он говорит, все в ней. Убаты Хейзи, в нее смотри, значит, смотри в Тору, и всматривайся в Тору. У меня интересно, помните, я рассказывал, что есть такая мишна в трактате Брахот, написано, что Хасидим Решоним, ну, великие мудрецы древности, они час готовились к молитве, час молились, и час они после молитвы, написано, и час они после молитвы ждали. А нужно же три молитвы в день молиться, и получается, они 9 часов в день проводили в молитве. И задает мудрец Талмуда, задает вопрос, а как же они работали-то, на что они жили, если они 9 часов в день молились? Отвечает там другой мудрец, он говорит, послушайте, тот, кто так молится, за него работа его делается, и Тора, которую тоже надо учить, он задает вопрос, а Тора, они же не учились тогда, получается? Он говорит, тот, кто так молится, он все от Бога получает, ну, то есть, ему не надо, за маленькое время работы он получает огромные деньги, ну, то, что ему необходимо, и за маленькое время ему открываются великие тайны. Но у меня был всегда вопрос, что они делают вот этот час после молитвы? И я находил несколько там вариантов ответов. Один из вариантов был такой, что после как раз молитвы, час они думали над своими жизненными вопросами. То есть, во время молитвы они поднимались в очень высокое состояние сознания, ума, а потом он думает, что сделать, и к нему приходят гениальные разные решения. И у меня вот реально, я с тех пор начал после молитвы какое-то время думать, вернее, даже не так я делал. Я делаю так, я перед молитвой задаю запрос, вот у меня есть какой-то вопрос, я не понимаю, как мне поступить, что мне сделать, какой-то есть запрос, потом я молюсь, во время молитвы я о чем-то прошу Бога тоже обязательно. Я рассказывал, что нужно в молитве обязательно просить Бога. И после молитвы обычно мне бах, и приходит ответ на этот вопрос. Прям вот прям пюшшш. И есть прям полный ответ на вопрос, который я не понимал. И значит, это то, что говорит Бен Бакбак, как мне кажется. Он говорит, крути Тору, углубляйся в Тору, что все есть в Торе. В нее смотри, Он говорит, и состарься, и дряхлей в ней. Что это значит? Вот, допустим, у меня сейчас отцу, слава Богу, 87 лет. И он каждый шаббат, он молится весь шаббат, всю молитву, там целый день он молится. Но ему есть чем заниматься, и когда ты занимаешься Торой, то ты как бы, что ты старый, что ты не старый, тебе есть чем заниматься. У тебя все время мозг, он занят постижением, мудрости, пониманием, запоминанием, обсуждением. То есть, вот, те люди, старики, которые учат Тору, там, в Израиле, да, во-первых, они самые уважаемые, во-вторых, у них все время есть чем заниматься. Обычный человек в старости, ему чем заниматься? Ему нечем заниматься. Вот только думает о каких-то мелочах, и все. Он говорит, в ней состарься в Торе, и в ней ты, когда будешь, ну, дляхлеет, да, как бы, все равно тело-то съедается. Но ты будешь все время подниматься, и ты своим разумом, как, я помню, на меня очень произвело большое впечатление, когда мы только приехали, я учился в Яшиве, и там была семья Бен-Яшар. Была семья Бен-Яшар, такие царики, они помогали очень сильно тем, кто приезжал. И как-то мы были у них на Шаббат, и он рассказывал о своем дедушке, который умер там, ему было около ста лет, и он рассказывал, как он умер, но меня это произвело огромное впечатление. Есть такая молитва, благословение Луны, когда начинается Новый месяц, новомесячье, и нужно после Шаббата благословение Луны, специальное благословение, что Бог создал светило, ну и так далее. Есть целая такая специальная молитва, она раз в месяц читается. И он говорит, и вот ему было там уже под 100 лет, и он сидел после Шаббата, сидел и ждал возле окна, когда появится Луна, чтобы сказать благословение. И сказал он благословение на Луну и умер. И это для меня произвело такое впечатление, думаю, вот классная смерть, да? Человек пожилой, и он до последнего момента, он еще заповедь, еще заповедь. То есть, и он бах, выполнил заповедь и ушел. Вышла душа из тела и пошла дальше в Ганеттен. Я тогда очень впечатлился. Это то, что сказал Бен Баг-Баг, состарься в ней и пусть как бы тело, ну, блэ, это как бы, ну, когда что-то стареет, ветхим становится. Это вот это слово. Значит, «Умина лотазуа». Он говорит, «От нее не отодвигайся». От нее не отодвигайся, что нет у тебя качества лучшего, более доброго, чем она. Значит, еще раз, давайте посмотрим, что имеется в виду. Вот, значит, 200 человек, значит, никогда еще не было 200 человек одновременно на уроке. Сегодня у нас самый большой урок за все время. До этого было 180, сегодня 200, слава Богу, видите, все двигается. Значит, чем занят обычно человек? Человек обычно занят решением каких-то задач и каких-то проблем. То есть, у него мозг постоянно крутит, чего-то человеку не хватает, и где-то у него есть проблема, от которой он хочет убежать. И вот у человека мозг все время крутится в этой незавершенке. Я вчера встречался с одним человеком, он очень умный, очень богатый, очень такой прям, ну реально, очень умный человек. И он говорит, у меня тревога внутренняя. Там просто тревога. Почему тревога? Его мозг, он где-то поймал какую-то, какую-то схему, которая его тревожит, да, то есть, ну, каждый человек живет полностью в виртуально построенном мире. У одного человека 200 стран в мире, у другого 50, у одного человека правила одни, у другого другие. То есть, каждый живет в некой придуманной модели мира. В этой придуманной модели мира есть придуманная модель себя, какой я, какие мои возможности, что я хочу, что я не хочу. То есть, каждый человек живет в какой-то виртуальной реальности, и у большинства людей есть большой вопросительный знак, а что будет, когда я умру? Инстинкт заставляет бояться смерти, это инстинкт самосохранения, но у каждого человека есть вот этот очаг такое воспаление внутри, да, в этой виртуальной картине. А вот я умру, и что? А смерти-то надо бояться? Надо бояться. А как я доживу? А вдруг кушать не будет? Это все инстинктивные вопросы, которые, которые вызывают тревогу. И вот эти вот внутренние, как бы, вопросы, запросы, потом человек вот что-то думает, его с разных сторон пугают, его правительство пугают, правительство у них как бы единственный способ держать народ во власти, это пугать народ, что кто-то хочет на тебя напасть, и потом, а я тебя защищать буду, я же правительство, я тебя буду защищать. И люди, в основном, они все запуганные, то есть у них есть страх смерти, у них есть страх, что на них кто-то нападет, что у них кто-то украдет, что им нечего будет кушать. Если даже у них все вроде бы закрыты их потребности, у них все равно есть какое-то внутреннее беспокойство. что такое Тора? Тора – это Бог, который сотворил мир, он все сообщил, как система работает, он рассказал, в Торе рассказано все, и даже рассказано, что будет, когда тело отмирает, и душа выходит из тела, двигается дальше, рай, грядущий мир и так далее. Теперь, когда ты свою голову подключаешь к изучению Торы, что все в ней есть, там добро, то есть ты понимаешь, ну да, тело умрет, по-любому умрет, душа выйдет, выйдет, куда попадет, в рай или в ад или вообще исчезнет, это твой выбор, как ты хочешь, так и будет, хочешь в рай, вот прямая дорога, хочешь в ад, вот прямая дорога, хочешь вечную жизнь, пожалуйста, вот действия, которые ты делаешь, это заповеди, вот действия, которые делать нельзя, их делать нельзя, выбирай, все, выбор, выбери жизнь, это прям в Торе Бог сказал, вот я тебе изложил все законы, выбери жизнь, не хочешь, велкам, строй ты человек по образу Бога, ты можешь выдумать себе любую реальность и дальше ты живи в той реальности, которую ты выдумал, не хочешь сам выдумывать, выдумает тебе Карл Маркс, выдумает тебе какой-нибудь там Блавацкая или еще какая-то хрень выдумает, да, то есть идея такая, что человек все равно живет в какой-то модели мира и Тора, это добрая, прекрасная, чистая модель мира, об этом нам сказал Бен Бак-Бак, который принял иудаизм, то есть это человек, который, посмотрев на разные модели мира, он выбрал, выбрал стать евреем, принять Тору и выбрать себе имя, красивое имя Бен Бак-Бак, все, друзья, удачи, успехов, значит, еще раз вы можете повторить то, что сказал Бен Бак-Бак и присоединяйтесь к нашему курсу семейных отношений, то есть мы очень по Торе, как раз, как Тора рассказывает, как надо строить семью, сделали очень хороший курс, в котором учитаны все внутренние, как бы, потребности человека в семье, в семейных отношениях, то есть вы вот курс посмотрите, все поймете, как строить счастливую семейную жизнь, пожалуйста, напишите, вместо спасибо, напишите выводы свои из этого урока, потому что, если вы не зададите себе вопрос, что я понял и что я буду делать, то мозг не посчитает ваши выводы важными, зафиксируйте, пожалуйста, в письменной форме, в комментарии, свои выводы, до трех выводов из этого урока, резюме такое, что я понял, раз, два, три, что я планирую сделать, раз, два, три, и кому-то расскажите, если вы расскажете или напечатаете отдельно это свои выводы, там, в своем посте, кому-то напишите, что-то сделаете действие и выразите то, что вы для себя поняли и решили сделать, то тогда эта информация запишется, как говорил царь Соломон, на скрижалях вашего мозга, вашего сердца, он называл мозг сердцем, значит, и тогда эти выводы станут теми семенами, которые прорастут ваше решение и которые прорастут в результаты вашей жизни. Все. Тора — древо жизни для тех, кто за нее держится, и тот, кто ее поддерживает, он счастлив. Это сказал кто? Эдс Хейми Лемакзетимба, в этом Хейми Ушар, царь Соломон это сказал. Удачи, успехов, все, хорошего дня.